В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Совсем недавно мы отмечали день отказа от курения. Об этой вредной привычке и ее последствиях мы сегодня поговорим с главным пульмонологом Министерства здравоохранения Приморского края, кандидатом медицинских наук Михаилом Федоровичем Кеняйкиным. Михаил Федорович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же нам говорит статистика? Мы стали курить больше или меньше? Сейчас вроде как тренд такой на здоровый образ жизни, но что статистика-то говорит? Да, конечно, курение – это большая и страшная проблема, я так скажу. Страны все делятся на страны с большим процентом курящих, средним и низким. К сожалению, Россия, Индия и Китай относятся к странам с большим процентом курящего населения. Но тренд, конечно, есть в сторону отказа от этой вредной пагубной привычки. Если в 90-е годы в среднем курили 53% мужчин и 30% женщин, то уже в 2022 году курит всего лишь 35% мужчин и 8% женщин. И только за 2022 год отказались от табакокурения 1 миллион 400 тысяч. Это очень хорошая тенденция к уменьшению курения и потребления никотина, табачного дыма. Это очень важный момент. Если мы будем дальше продолжать борьбу с этой пагубной привычкой, то мы, конечно, значительно улучшим показатели здоровья нашего населения. – Интересно, вот в 2022 уменьшилось так значительно. А не мог ли случайно коронавирус на это как-то повлиять? Вот так, что называется, клин-клином вышибают, когда многие переболели пневмониями, всем остальным испугались за свои лёгкие и резко бросили курить. Ну, видите, конечно, пандемия сыграла свою роль в каком плане? Это болели в основном тяжёлые пожилые люди. Пожилые люди, которые как раз и больше всего курили. Это те мужчины, которые начали курить в 50-е, 60-е годы. Вот, в момент пандемии, конечно, когда они болели, курить прекращали очень многие. Было недокурение, было тяжёлое состояние пациентов. И те, которые находились дома, и те, которые, тем более, лежали в стационарах. А какую-то определённую роль в уменьшении курения это сыграло. Но основное всё-таки – это здоровый образ жизни. Сейчас современный человек понимает, что пить, курить – это очень плохо. Переедать, вы знаете сами, фастфуды и прочее, прочее. Молодёжь сейчас смотрит, конечно, очень на своё здоровье, обращает большое внимание и, конечно, старается отказываться от этих вредных привычек. Ну и тем более, конечно, мы приводим большую пропаганду. И медики, и в стенах нашего университета Тихоокеанского. Например, у меня завтра лекция «Здоровый образ жизни». Мы читаем студентам второго курса. То есть они начинают поступать в институт, и мы сразу ведём большую работу в этом плане. И, конечно, о вреде курения в этой лекции тоже будет указано большое, сказано и отмечено о вреде курения нашим студентам с проведением статистических данных, о вреде, ну, чисто с медицинской точки зрения и так далее. Табак, сам по себе никотин-то не вреден. Компоненты табачного дыма вредны. Четыре тысячи компонентов. И особенно это такие, как по процессу возгонки, это бенспирены и прочее, прочее. Они активируют, во-первых, это канцерогены, рак. Второе, они активируют систему свёртывания крови. Десятый фактор свёртывания крови – это протромбикназа. Отсюда первая причина смерти курящего человека – это рак лёгких, а вторая – инфаркт и инсульт. То есть идёт активация системы свёртывания крови, тромбоз коронарных артерий, инфаркт, пожалуйста, тромбоз мозговых артерий – это инсульт. И третья причина уже хобл – это та хроническая обструктивная болезнь лёгких, которая характеризуется длительной дыхательной недостаточностью, одышкой и так далее. До этого, если он доживёт, тогда уже да. Но и то, сейчас мы, медики, оказываем большое влияние, мы отправляем на трансплантацию. Если раньше это был космос, то мы только в этом году, только летом, двух пациентов отправили в Институт Москву на трансплантацию органов. Они то есть ждут сейчас донора, если где-то в среднем три месяца на это уходят. Там очень важно не только по гистосовместимости, чтобы совпадали эти параметры, но ещё даже размеры грудной клетки, то есть тут очень важно. Это сложнее даже, чем пересадка сердца. Но сейчас, если раньше хобл – это был приговор, и определение 30 лет назад было, это прогрессирующее, проградиентное, 100% приводящее к смерти заболевание, то сейчас мы даём студентам определение, что можно лечить и даже предотвратить. И мы лечим, и сейчас, ещё раз говорю, мы даже отправляем на трансплантацию. Но это крайне тяжёлые пациенты. Поэтому борьба с курением – главный момент – надо отказываться от этого курения с молодого возраста. Чем больше стаж курения, тем выше зависимость, и отказаться от этой вредной привычки очень сложно. Да, у нас как-то были наркологи на эфире, которые рассказывали о том, как побороть эту вредную привычку. Вот вопрос о наркологии. Если мы возьмём зависимость, видите, это непривычка. У нас в России рассматривают курение как распущенность, так скажем. Вот водка, алкоголь, наркотики – это зависимость. И за рубежом это рассматривается как болезнь. Болезнь. Дальше. И зависимость – на первом месте стоит героин, на втором – кокаин, а на третьем – никотин. Алкоголь на четвёртом – марихуана, там дальше стоит пятое место. Поэтому алкоголику легче бросить пить, чем курящему курить. Всё 5% населения самостоятельно, без помощи врача, может бросить курить. И когда мы показываем пальцем, вот, ты гляди, ты не куришь. Что заставляет пациента бросить курить? Перенесёт инфаркт. Вот петух, как говорится. Тогда он начинает пугаться и начинает бросать курить. Мы делаем что? Мы, например, в нашем спирографе стоит возраст лёгких. И мы чётко прописываем, вот тебе 40 лет, он вдохнул трубочку, всё, аппарат показывает, а лёгким твоим – 120. Когда я говорю, 120 лет дышать нечем, осталось тебе жить 3-5 лет, а потом глубочайшая инвалидность. То есть будешь жить на концентраторе кислорода, постоянная подача кислорода. Они же до туалета действительно дойти не могут. А дышка последняя, четвёртой степени, то есть у нас есть опросник, это одышка при одевании и раздевании. Она в покое практически. Он не может на улицу выйти, это тяжёло, они умирают тяжело, это, понимаете, как петля, то есть умираешь. Поэтому, конечно, с этим надо очень бороться, ещё раз говорю, с молодого возраста. Чем больше он курит, тем больше у него развивается вот эта зависимость. Поэтому 10 лет покурил, пачка лет 10, всё считается, уже есть вероятность развития как раз этой страшной хронической обструктивной болезни лёгких. Как курение влияет на бронхолёгочную систему? Что с ней происходит? Они отрицательны. Им повреждают прежде всего эпители, нарушается мукоцеллярный клиренс. У нас в норме вырабатывается 200 мл секрета. За 2 часа они из нижних отделов, их реснички поднимают вверх, они попадают в ротовую полость, человек проглатывает и переваривает желудочным кислым содержимым. Это естественная защита наша. А тут, когда мы курим, дым повреждает прежде всего вот этот мукоцеллярный аппарат. Реснички перестают работать, они погибают. Этот секрет задерживается, этот курящий человек начинает покашливать. Почему? Мокрота раздражает кашлевые рецепторы. И они покашливают когда? Они покашливают по утра, в основном за ночь собираются. Потом у них уже появляется отделение мокроты, а потом одышка. Но одышка – это козлий симптом. Дело в том, что у нас вот сколько диагностируют? Сейчас по статистике 384 миллиона человек зарегистрировано с Хоблом. Население в России, в мире 11% болеет Хоблом, а в России 15%. Я считаю, это мы лучше диагностируем. Почему? Вот представьте, громадная масса курящих – это не только сигареты, это вейпы, различные электронные сигареты и прочее, даже кальяны. Они покашливают, но они считают это нормой. Если он покашливает, что идти к врачу? А это уже Хобл формируется. А когда он приходит к доктору с одышкой, у нас есть такой показатель – объем форсированного выдоха за первую секунду. Все, 50%. Как я образно говорю, уже нет половины легких или одно легкое выключено. Тогда только одышка появляется. Тогда он приходит, а там уже лечить очень сложно. Там формируется эмфизема, и вернуть назад эмфизему практически невозможно. Мы его можем, пациента, поддержать на этом уровне. Дай бог, чтобы не прогрессировало дальше. Если он придет рано, то мы назначим тот препарат, который ему необходим. И главное, мы начнем работу по отказу от табакокурения. Если мы эту работу будем проводить, и, как говорится, если побеседовал пациент даже 10 минут с доктором, вероятность того, что он бросит курить, увеличится в 2,3 раза. Это говорит статистика. Поэтому мы, врачи, должны прежде всего… Мы, пульмонологи, задаем опрос. Пришел больной, мы сразу спрашиваем, куришь? Куришь сколько лет? То есть это для нас важно просто. К сожалению, опросники показывают нам, что приходят к докторам других специальностей, а врач не спрашивает о курении вообще. А надо обязательно спрашивать, понимаете? Это важный фактор. Это и в развитии ишемической болезни сердца, это и в развитии онкологии, и это в развитии наших заболеваний легких. Но это мы говорим про активное курение. А что касается пассивного курения? Вот здесь как ситуация складывается? Пассивное курение так же вредно, как активное. Выдыхаемый дым из легких, он более агрессивен, чем вдыхаемый, чтобы было понятно. Например, нам приходит женщина, молодая, 40 лет, кашель, одышка. Сферограмму снимаем, все показатели хронической обструктивной болезни легких. Куришь? Нет, я не курю. Дальше сразу спрашиваем, а кем работаете? Если она работает в вредном производственном помещении, где дым, это все понятно. Но если она говорит, и работаю, я за компьютером сижу, вопрос сразу, а курит ли муж? Если муж курит, то курит где? И тут начинается. Да, он то птичку, то форточку. Все, вот она 20 лет живет с ним, 20 лет он курит, 20 лет стаж. Все, у ней 20 пачка лет. Все, есть все факторы развития хронической обструктивной болезни легких. Но если она говорит, и муж не курит, в общем, проблема. Вот тогда я спрашиваю, когда маленькая девочка росла, папа, мама, курили? Да, курили. Мы в деревне росли, папа печку все время топил и туда курил или форточку. Все, это самое худшее. Почему? Ребенок растет, у него формируется и развивается легочная ткань, легкие, а он получает дым и повреждает. Прежде всего, повреждаются мелкие и средние бронхи при хронической обструктивной болезни легких. Поэтому это пассивное курение – это величайший вред. Поэтому однозначно все. Поэтому если кто-то из супругов курит, считайте, что курит и второй. А есть ли какая-то степень никотиновой зависимости? Можно это вот так назвать? Ну, есть, да, да, вот тест Фрагерстрема есть. Там очень легкий тест, который Фрагерстрем создал. Там шесть вопросов, на них надо ответить. В зависимости от ответа количество баллов. Например, если ты утром встал, то ты закуриваешь первую сигарету в первые пять минут, в тридцать секунд или в первый час. Если он скажет первые пять минут – все, три балла и так далее. И, ну, можешь ты воздержаться в общественном месте от курения. Если не может – тоже два балла. Если он ноль – три балла. Это зависимость низкая. Если шесть баллов и выше – это высокая зависимость. Чем выше зависимость, тем труднее пациенту отказаться от курения. У них обстиненция. Вот мы, как врачи видим, у них как у наркоманов. Вы понимаете, героинового наркомана снять с иглы – это практически невозможно, если вы беседовали с наркологами. Так и этого. Их трясет. Обстиненция. Они буквально… Он готов на все отказаться, лишь бы он закурил. В Америке мне повезло. Я еще времена… В добрые времена учился. Нас отправляли в клинику. Моё клиник. Город Рочестер. Это ведущая клиника по борьбе с никотиновой зависимостью. Так у них даже больничный лист дают на 8 дней. Но как в нашей психиатрической больнице их закрывают, там работает круглосуточно психолог, бассейн, сауна, спортивный зал. Все, что хочешь. Только не выходи, не купи сигареты. А зависимость в первой же неделе – самый высокий абстинентный синдром. Первый месяц, а потом они уходят. Бросил человек курить, если 6 месяцев не будет. Если он сорвался, то уже… Ну, то есть считается, не бросил курить. Ну, то есть идут на всё, лишь бы он не закурил. Не закурит – всё хорошо. Но, ещё раз говорю, процент очень низкий. Всего 5% могут сами бросить курить. С врачом – до 10%. А есть у нас схема – никотинзамещающая терапия. Я ещё раз сказал, никотин не вреден. Он рак лёгких не вызывает. Как говорят, мы курим никотин, а умираем от смол. Вот все компоненты дыма – да, они очень вредны. Поэтому в настоящее время делают никотинзамещающую терапию проводят. Это что? Подушечки, ну, резиновые, жвачка, по-русски говоря. У каждого есть подушечки 2 мг, 4 мг. Но это тоже опять сложный момент. Есть пластыри с никотином. Одна сигарета – это 2 мг. Надо рассчитать, сколько ему использовать пластырь. Если он выкуривает пачку, то это 20 сигарет на 2 умножить – это 40 мг. Надо купить пластырь, 40 мг, и наклеить на кожу, чтобы оно всасывалось. Наклеить меньше дозу – всё сорвётся, закурит. И дальше подушечки. А нас как пожевал – выплюнул, нельзя выплёвывать. Между щекой и десной держать надо. Почему? Чтобы никотин всё время поступал, чтобы человек не сорвался. Это тонкости такие, но это чисто практические тонкости тех докторов, кто с этим занимается у нас. Поэтому это надо хорошо знать. Это интересный момент, конечно. Ну вот с никотинозамещающей терапией процент какой, сколько бросить-то можно? 30%. Представляете, а 70% не могут. Раньше был Чампикс такой препарат, но его американские сами сняли, Файзер фирма, с производства они нитрозамина нашли в нём. И сразу же сняли с производства. Там 80% бросало курить. Великолепный препарат, но сейчас его нет. А на нашей терапии 8%. Поэтому, конечно, такая система. А как бросать курить? Надо? Лучше? То есть сразу вот вышел, бросил сигарету и забыл? Или постепенно? Ну тут уже кто как сможет. Один говорит, я уменьшаю дозу. Но я когда вот смотрю, один уменьшает дозу. Это ну как кошке хвост рубить. Вот понимаете, он чуть потом сорвался. Надо бросать сразу, раз. И вот тут будешь болеть, как говорится. Будет, ну, астенический синдром, будет плохо. Раздражительность. Причины первые приблизительно недели и месяцы. Надо перебороть, потом уже значительно легче. Вот. Поэтому моя точка зрения. Но я ещё раз говорю. А один говорит, нет, я буду постепенно и брошу. И он бросил, это хорошо. Главное, в конечном итоге результат. А результат, чтобы человек прекратил курить. Во всех странах мира курение однозначно. Только отрицательный момент. Если мы берём больных с гипертонией, на втором месте стоит, там, ну, после липидемии, там стоит атеросклероз, да, нарушение липидного обмена, ну, уровня холестерина. И кругом стоит курение. Кругом. Одни из первых. В первых числах обычно. Первое, второе или третье место в разных странах. Но курение – это вред. Поэтому бороться с этим надо обязательно. А что касается вейпов, электронных сигарет, вот как молодёжь сейчас. То есть идёшь, и они только и дымят, и дымят, и дымят. Я вам уже говорил, всё это плохо. Ну, первое – плохо. Мне кажется, что уж лучше… Я был поражён в Америке. У них нет лёгких сигарет. Оказывается, они вызывают значительно чаще рад лёгких по сравнению с обычными. Их нет просто. Куда они пошли? В Индию, Китай и в Россию. Наши в России. О, лёгких – это хорошо. Это плохо. Они обрабатываются, оказываются, в щёлочи. Для чего? Чтобы щёлочной никотин проникал через гематоэнцефалический барьер и сразу вызывал зависимость. Много, большая зависимость, много покупает большая прибыль компаниям табачным. Вот. Поэтому американцы, они что сделали? У них нет, а тут есть. Как война, извините, они прибыль получают, а мы воюем. Так и тут ситуация. Следующее. Вейпы у них запрещены. У них в 50 штатах в 48 запрещены электронные сигареты. Всё, что парит, это всё стопроцентный вред. У них ФИДЕЙ допускает. Единственное, это система нагревания табака. Суть этой системы. Нагревается у нас на кончике сигареты 600-900 градусов. Идёт возгонка. И проме никотина идёт возгонка, как я уже сказал, и металлов, и там, в том числе, полония и так далее. И идёт возгонка, ну, в твёрдой фазе, бенспарены. Всё, они все карциногены и так далее. 5% отказались. Он курит. У него прогрессирует хобл. У него падает функция лёгких. Ведь, понимаете, мы после 35 лет стареем. У нас объём форсированного выдоха падает на 35 мл каждый год. После 35 лет это естественная старость. Курящего падает 200 мл. Почему они потом задыхаются-то? Так вот он курит. У него, я ему показываю, у тебя объём форсированного выдоха за эти полгода. Упал на 5%. Это в миллилитрах столько. Надо бросать, курить, он не может. Ну, что делать тогда этим людям? Тогда уж лучше он меньше, пускай вред получит, чем вред получает большой. Поэтому и рекомендуют вот эти системы нагревания. Это альтернатива, это меньший вред, ограничение вреда. Это концепция принята, вот эти Айкосы разрешены в Великобритании, в Новой Зеландии, в Америке. То есть в рядах, в ряде стран. А вейпы однозначно. Вейпы – это самое страшное. Это ведёт микрочастицы по всем дыхательным путям. И там развивается пневмония липоидная, которая практически 90-100% приводит к смерти. Даже кортикостероиды в больших дозах малоэффективны. Умирают молодые люди. И там, когда по счёту какой-то умер, там они запретили, американцы, их вообще использовать. Поэтому я категорически против этого. И кальяны, то есть у нас молодёжь вообще считает, кальяны тоже приносят такой же вред. Ну и опять же, один курит и говорит, я 80 лет умер от инфаркта, у меня никакого хобла нет. Генетика. Хроническая обструктивная болезнь лёгких развивается только у половины. У кого кто генетически предрасположен. Сейчас даже гензависимости нашли в настоящее время, то есть генетики. Поэтому обычно, если курит папа с мамой, и ребёнок курит у них чаще. Вот, поэтому надо, конечно, бороться с этим и бороться со всеми видами никотиновой зависимости, так скажем. Ну, последний вопрос тогда задам. Михаил Фёдорович, ну, что посоветуете тем, кто, ну вот, где-то сомневается бросать, не бросать? Как завязать? Надо брать себя в руки и завязывать. Только так. Иначе никак. Надо, чтобы он понимал. Многие не понимают, просто считают. Ну, это такая у меня привычка. Подумаешь, и многие как думают, ну, это с кем-то. Самое страшное, что вот он приходит, у него хобл. А дышка. И рак первой стали. Всё, прооперировали, живи. А оперировать не могут. Дыхалки нет, по-русски говоря. А функция лёгких уже вся потеряна. Его не берут на рак, он умирает. Там химия уже малоэффективна. Поэтому это надо по-иному рассказывать. Но вот как мы пользуемся? Действительно, это очень сложно. И, например, там психологи играют большую роль в этом плане. Вот как мы работаем? Вот я ему показываю спирограмму. Тебе 40 лет, а лёгкий у тебя 130-летнего. Ты видишь там, вот это у тебя кривая, это норма. У тебя осталось лёгких вот столько. Это вас тебе хватит на 3-5 лет. Это тебе 40 лет, тебе уже потом всё. Не детей воспитывать, ничего. Действует. Второе, очень действенный способ, особенно для молодых людей. Они к нам поступают, особенно военкоматовские, они проходят в комиссию уже. Я ему подвожу вот к этому. Видишь, вот этот товарищ, который 50 лет курил. Сейчас он не может до туалета дойти. Он весь синий, задыхается. Ему мы постоянно подаём кислород. Это на тебя, это твоё будущее действует. Ну, а вообще, конечно, большую работу надо проводить с молодостью, со школьной, наверное, скамьи. И надо воспринимать это курение всё-таки не так, как мы в России воспринимаем распущенность. Это болезнь. Он сам готов. Ведь показано, что курить они бросают в среднем, когда бросают. 5-6 раз. Представляете, 5-6 попыток бросить курить. То есть, 70% курящих хотят бросить курить. Они не могут. Надо им помогать. Как помогать? Я говорю, никотин замещающая терапия и так далее. Американцы почему разрешили систему нагревания? У них прямо прописано, причём даже не пульмонологи, а кардиологи. Они разрешили на год, потом, говорит, опять беседа. Опять беседа. И, наконец, он отказывается от курения и так далее. То есть, вот таким путём, ну, так, но бросать курить, однозначно. Я только, тем более, я как пульмонолог, я вижу, я своё бессилие, когда я вижу опухоль, которую я диагностировал на ранней стадии из-за хронической обструктивной болезни лёгких, я не могу спасти больного. Это, ну, рак-то не только лёгких. Рак на первом месте стоит лёгких. А ведь рак любой локализации это, это и фертильность, это и функция, ну, то есть страдает всё. Понимаете, при курении. Сосуды страдают. Поэтому я ещё раз говорю, и пассивное курение очень важно. Особенно молодые люди, папа, он курит, а у нас нет жена, ну, они… А потом и жена закурит, вы понимаете. Поэтому это, я считаю, надо… Прекращать. Бороться с этим, но бороться не какими-то методами запрещающими, они не помогут. Надо вот внушение. Ну что ж, спасибо. Я надеюсь, что как можно больше людей в дальнейшем всё-таки будет отказываться от сигарет, да и от любых других устройств, которыми сегодня предназначены для курения. Пусть все будут здоровы. И пусть дышится хорошо, легко и свежо. Мы, врачи, только это поддерживаем. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о вреде курения. В гостях у нас был Михаил Фёдорович Кеняйкин, главный пульмонолог Министерства здравоохранения Приморского края, кандидат медицинских наук. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин